На видеоконференции губернатор Московской области с членами правительства и главами городских округов особое внимание уделил теме здравоохранения. Количество ежедневных вызовов врачей к пациентам вдвое превышает допандемийный период. Чтобы сократить время ожиданий и облегчить работу медиков, в 2021 году закупили новые автомобили скорой медицинской помощи, в том числе реанимобили. Машины оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе дефибриллятор-мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких с возможностью использования для детей от одного года, электрокардиографами с дистанционной передачей ЭКГ. Но мы ввели новый компонент в оказание медицинской помощи, это не отложки. Задача, чтобы наши врачи, участковые, педиатры, терапевты или те, кто нуждается в помощи, соответственно, получали ее быстро, а если врач ходит пешком, то, соответственно, эффективность его работы гораздо ниже. Поэтому мы 430 неотложек уже купили и дальше. Эту программу прошу продолжить в следующем году. В 2021 году отремонтированы 34 подстанции скорой помощи и в программе строительства новых. Обращаю внимание на сроки строительства подстанции в Видном, Кашире, Солнечногорске и Ногинске. Важно с первых дней Нового года приступить к реализации этих важных направлений. Андрей Воробьев напомнил, что с 1 января следующего года водителям скорой помощи и неотложной службы поликлиник положены дополнительные ежемесячные выплаты. Прошу, соответственно, здрав и главных врачей все необходимые мероприятия провести, чтобы и работники знали, и мы, соответственно, выполнили свои обещания. В ходе совещания обсуждался вопрос работы транспорта в зимний период. В предновогодние дни нагрузка на инфраструктуру особенно высока. Наша задача там, где нужно менять маленькие автобусы на большие, мы понимаем и видим, что выезд из микрорайонов в час пик требует мобилизации. Это, наверное, даже не с 7, а с 6.30 до 9 часов. Тема важная. Мы должны научиться в тех микрорайонах, которые заезжают новоселы, также справляться с этой задачей. Московская область – лидер по темпам и объемам строительства газопроводов среди субъектов Российской Федерации. Благодаря президентскому проекту «Социальная газификация» топливо получат еще 300 тысяч жителей региона. Плиты, бойлеры, все, что нуждается в контроле, датчики должны быть установлены по нашим программам и исключить те трагедии, те неприятные моменты, которые мы, нет-нет, наблюдаем. В ходе совещания губернатор уделил внимание теме зимние спортивные объекты. Все, что касается функционирования спортивной инфраструктуры, это и катки, которые мы обсуждали неделю назад, и лыжня, которая очень популярна. Все эти мероприятия должны быть строго регламентированы и соответствовать запросам жителей. Обращаю внимание, что за это отвечает персонально министр спорта, а также каждый глава. Если нужны эротраки, если нужен прокат, если нужны точки питания, прошу вас оперативно рассматривать и внедрять это на территорию. Глава Раменского городского округа в свою очередь поставил задачи перед заместителями – создать все необходимые объекты для организации досуга в зимнее время. Поэтому все, что связано с заливкой катков, для того, чтобы можно было тепло разделывать периодез, для того, чтобы можно было выпить чай, для того, чтобы можно было прогуляться вечером без страха, для того, чтобы удобно сесть на остановке, а не прыгать через сугробы, для того, чтобы пройти по освещенной улице. Все это наша задача. Елена Саганова, Сергей Григорьев, Игорь Чернышев для программы «Городские вести».